Сегодня Киров с рабочим визитом посетил председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Отмечу у нас в городе он уже во второй раз. Впервые Дмитрий Анатольевич побывал в Кирове еще в 2009 году, будучи в должности президента страны. В этот раз визит в наш город для премьер-министра начался с деловой встречи с временно исполняющим обязанности губернатора области Никитой Белых. Беседа состоялась в одном из вузов города. На ней побывала и наша Анна Мамаева. Беседа председателя российского правительства Дмитрия Медведева и исполняющего обязанности губернатора Никиты Белых началась сразу с отчета о проделанной работе. Значит, начнем не с ваших предложений. Хочу вас уточнить, как идет работа по развитию сетей детских и школьных учреждений. Потому что это важно в любой области и, конечно, в Кировской области в том числе. Никита Белых отметил, что за последние 4 года было создано 10 тысяч мест для малышей в детских садах. На сегодняшний момент свою путевку в образовательное учреждение ждет 3000 детей по всей области. В планах у региональных властей сделать так, чтобы к 2016 году проблема нехватки мест в детских садах исчезла совсем. Для достижения этой цели строятся новые садики, реконструируются старые. Но вместе с тем уже сейчас назревает другая проблема. У нас через 3-4 года проблема нехватки школ, опять же, в крупных городах, значит, она станет уже в полный рост. Поэтому после темы детских и дошкольных учреждений надо заниматься строительством школ, потому что это иначе столкнется уже с нехваткой мест в школе. Ну, это, естественно, совпадает с нашими ощущениями. Долю поддержки должен будет оказать и федеральный центр. Причем речь идет не о программе просто модернизации школ, которыми вы и так занимаетесь, этой программой, этими школами, но о программе строительства новых школ. В тех случаях, когда это, конечно, необходимо. Пока не ясно, сколько будет стоить для региона строительство школ. А вот затраты на создание путепровода в микрорайон «Чистые пруды» по предварительным подсчетам составят почти 3 миллиарда рублей. Для областного бюджета эта сумма неподъемна. Нужна финансовая помощь, опять же, из федеральной казны. Поэтому большая просьба при формировании бюджета на 2015-2016 годы, то есть этот проект, чтобы проследить, чтобы он не был вычеркнут, то есть как незначимый с точки зрения Министерства финансов. Хорошо, я понимаю, варьтесь этого проекта. Давайте с вами подумаем, каким образом правильно организовать финансирование. Также исполняющий обязанности главы региона попросил поддержать финансово на федеральном уровне и развитие молодежного спорта, а конкретно строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области. Дальнейший разговор Дмитрия Медведева и Никиты Белых прошел уже за закрытыми дверями. Тет-а-тет. Завершим публичную часть и позвоним министру спорта и другим коллегам для того, чтобы обсудить этот вопрос. Анна Мамаева, Данил Кочкин. Бюро новостей. Давича. Продолжение следует... Продолжение следует...